Всем привет, с вами Давилович и это новая серия проектов за колхозим фокус. Сегодня будет интересно, поэтому давайте начнем. Вот и подошло время к замене масла. Отъездил я около 8-10 тысяч километров, не помню сколько было, когда я менял в первый раз. И пришло время менять масло. Как вы помните, в прошлый раз, когда я заливал масло, так, заливал я Liqui Moly 5W40 Synthoil Hot Tech. И масло меня, в принципе, всем устраивает. За, так скажем, исключением одного такого свойства на моем двигателе, на холодную, двигатель начинает звенеть. Прогревается и все хорошо, никаких проблем больше не остается. Кроме того, это синтетическое масло стопроцентное. Сколько же было возмущений, разных вопросов и, так скажем, не знаю, агрессии по поводу того, что я залил масло, которое не подходит для Форда. А я скажу так, каждый вправе заливать то, что он хочет, и каждый вправе проверить, что ему нравится, что не нравится. Данное масло мне нравится, но у него есть вот одно такое свойство, как звон. Когда же я начал искать масло именно для Форда от компании Liqui Moly, я долго не мог найти. И самое интересное, что я не мог найти просто по какой-то такой обычной, простой мелочи. Масло для Форда выпускается либо в литровых канистрах, либо в 5-литровых. Вот такое вот масло выпускается литр, 4-5, и там вроде бы есть больше еще канистры. Но на данный двигатель, на мой двигатель, нужно 4 литра масла примерно. Вот эта вот литровая канистра, я его покупал чисто для того, чтобы можно было в случае чего его долить. Если бы был, например, угар. Еще в первый раз. А такое масло я заливал уже два раза. И, то есть, я залил его в первый раз, когда купил автомобиль, где-то полгода отъездил, заменил на Фордовскую формулу. Потом залил снова это же масло. И канистра у меня одна, то есть, я ее даже не вскрывал, не доливал. Я начал искать Фордовское масло. И везде, где ты ищешь масло, допустим, выбираешь там литраж 4 литра, то нигде Фордовского масла нет. Уже потом я на сайте Liqui Moly по спецификации для Форда нашел масло. И только там я заметил, что это масло есть либо 1 литр, либо 5 литров. Ну что, друзья, мне пришлось купить 5 литровую канистру масла Liqui Moly 5W30 Special Tech с буквой F. Означает, что это Форд. Данное масло оставляется в 5 литровой канистре, поэтому канистру придется оставить. Жаль, она такая большая. И, в общем, возить с собой мало ли что где-то нужно будет долить. Потому что что-то мне подсказывает, что вот это масло двигатель все-таки будет есть. Ну, так же, как и формулу. Еще, когда я покупал автомобиль, у хозяина была доливка с собой именно формулы, когда он менял масло. То есть у него доливка всегда была с собой, скажем так. Так, для начала давайте разберемся в разнице вот этих масел. Данное масло 5W40 Synthoil High Tech является 100% синтетикой. Оно произведено по технологии синтеза поли-альфа-олифенов. При этой технологии масло производится из газа. Получаем масло с однородным составом без примесей с металлов и серы. Так, друзья, а вот это вот масло, это HC синтетика. Оно производится по технологии гидрокрекинга. То есть при гидрокрекинге из минерального масла удаляются различные примеси и разрушаются длинные молекулярные цепочки. Вообще сейчас найти 100% синтетику сложно по той простой причине, что многие выдают 100% синтетику как PAO, так и HC синтетику. Вообще это не так. Только в Германии на законодательном уровне есть разделение на PAO синтетику, то есть 100% и на HC. Поэтому другие производители масел могут просто не указывать, что у них там PAO, либо HC. И поэтому будьте внимательны, если вам нужна допустим 100% синтетика, то нужно как-то уделить этому внимание и детально это изучить. У производителей там допустим, кроме Германии, там вообще вы сможете определить, наверное, только при каких-то химических анализах, реакциях и так далее. Так вот, что там мы далеко уехали. Кстати, вот на этот масло обзор вы можете посмотреть вот здесь. Что касается данного масла, специально для вас, я залью вот это вот масло. И мы проверим, также мы проверим моим методом на звук, будут ли какие-то изменения в звуке. И, конечно же, мы проверим данное масло, то есть будет ли потом на холодную что-то у меня звенеть или нет. Это тоже меня очень сильно волнует. В принципе, обычная 5-литровая канистра, как и многих. Что касается литвей моли, много подделок. Как-то, допустим, определить подделки или нет, это надо углубляться там и изучать. Вот, имеется такая вот наклейка, которая отклеивается, ставится дата, допустим, и пробег. И приклеивается там, допустим, на крышку капота. Что можно было потом, допустим, если забыл, определить там, когда, где, что менял. Либо, допустим, автомобиль продается, чтобы хозяин знал. Какое масло, во-первых, залито и когда. Данное масло предназначено для всех автомобилей Ford. То есть все допуски Ford-овские, они здесь есть. Как для мизиновых, так и для деятельных двигателей. Первое, что мне бросилось в глаза, это то, что вот это всезонное моторное масло на основе HC-синтеза специально разработано для бензиновых и дизельных автомобилей марки Ford, модели 2009 года и моложе. У меня автомобиль 2008 года, то есть постарше. Но, несмотря на это, на сайте Ford, когда вы вбиваете все там, ваш автомобиль, то он вам выдает именно вот это вот масло. Вот, также пригоден для дизельных моторов с фильтром твердых частиц, выхлопа, в том числе и встроенным впоследствии. Проверено на катализаторах и турбонагнетателях. Обязательно следовать предписаниям изготовителя автомобиля. Если сравнивать его с данной синтетикой, то по характеристике мы увидим, что экономия топлива здесь, вот у этого масла, выше, например, чем у 100% синтетики. Понижение трения и износа одинаково. Скорость смазывания вот здесь выше, здесь она ниже. Предотвращение образования отложений у нас самое высокое вот на этом масле. Стабильность масляной пленки выше, тоже вот здесь. То есть, смотрите, по всем показателям, кроме экономии топлива, вот это масло, оно выигрывает. 100% синтетика лучше. По всему остальному, то есть, вот это масло проигрывает. Вот, но данное масло для Ford, поэтому будем его заливать. Очень хочу, чтобы, когда заводишь, исчез этот звук звона. Заливать я буду его не сам, поедем сейчас в одно место. Надеюсь, там не разрешат съемку. И, в общем, вы все увидите сами. Фильтр на данном автомобиле будем использовать от фирмы Bosch. В принципе, обычный, простой масляный фильтр. Моделька P7078. Если точный код, 026-407-078. Вот, в принципе, обычный, простой фильтр. Ничего особенного. И самое интересное, что в этот раз я решил попробовать промывку двигателя. Потому что, во-первых, производитель LiquiMoly рекомендует. Вот я вам сейчас даже прочитаю. Перед каждой заменой масла рекомендуется промыть масляную систему 10-минутной промывкой мягкий очиститель масляной системы. Мягкий очиститель это вот такая же промывка, но с цифрой 1. Я взял с цифрой 2. Это средняя промывка. Потому что не знаю, я вообще промывался ли двигатель у меня в автомобиле. И я решил попробовать именно вот эту. Промоем, поменяем масло, зальем. И, в общем, все узнаем. Поехали менять масло. Сейчас записываем звук двигателя. Прогреваем двигатель, записываем звук. И едем на замену. После чего я тоже сделаю, так скажем, какие-то итоги. Все запишем и посмотрим. Вчера поменял масло. Сейчас будем проверять, изменилось ли что-то по звукам двигателя на холодном двигателе. Итак, заводимся. Ну, я думаю, вы сейчас слышите, звон все-таки есть. И это, ну, так скажем, не очень хорошо. Итак, друзья, проверять будем по обычной схеме. На холостых оборотах звук будем проверять микрофоном, петличкой, на расстоянии примерно 10 сантиметров. Итак, слушаем, какой звук у нас сейчас. Ну что, друзья, разницу звука вы сейчас услышали сами. Есть она или нет, я пока сказать не могу. Все покажет тот момент, когда будет монтаж. Кто хочет сказать по замене масла на Liqui Moly 5W-30 Special Tech F для Ford? Ничего особенного сказать не могу по поводу данного масла. Заменили, заменили, все нормально, все нормально. Единственное, вчера, когда заменили, залили 3,5 литра масла. Вот. До отметки все, мастер мне показывал. Действительно, то есть ответка была на уровне нормы. Вчера я уехал домой, сегодня утром. Перед тем, как ехать сюда, я послушал звук двигателя. Звук двигателя, в принципе, не изменился. Остался такой же. Звон также на холодную есть. А единственное, звон, может быть, быстрее проходит. А сейчас я приехал сюда и решил проверить уровень масла. Потому что в прошлый раз действительно мне заливали полную 4-литровую канистру. И все было в норме. Я приехал, замерил уровень масла на минимуме. То есть я вот сейчас взял, долил пол-литра масла. И теперь все в порядке. То есть литр масла у меня здесь на доливку остался. И, собственно, теперь в двигателе масло столько, сколько действительно нужно. Когда мастер заливал данное масло, я, конечно же, спрашивал, что и как. Цвет масла хороший. Ну и, собственно, Liqui Moly бренд сам по себе хороший и дорогой. Я этим брендом доволен и ему полностью доверяю. Конечно же, не исключено, что бывают подделки данного масла. Ну, я надеюсь, у меня такого не случится. Я покупаю в проверенном интернет-магазине. А для тех, кто живет в городе Ижевск, я рекомендую менять масло в компании, которая называется «Автодом». По адресу Новожимова, 3. Они работают круглосуточно. Замена масла без снятия защиты стоит 250 рублей. Со снятием защиты стоит 500 рублей. Помимо того, они меняют масло в коробке. У них огромный выбор различных масел. Поэтому, если живете в Ижевске, нужно заменить масло. Неважно, со своим приедете или вы купите там. Приезжаете туда, вам там понравится. То есть, любое время приезжаете, вам быстренько меняют. Все классно и уезжаете, радуйтесь, наслаждайтесь новым маслом. Для тех, кто был недоволен прошлым тестом, прошлым маслом, вот здесь можете его посмотреть. Надеюсь, сейчас вы успокоились. В моем Ford залито масло для Ford. Формулу я пока лить, в принципе, не собираюсь. Пробуем качественные бренды, проверенные. Поездим, посмотрим, что будет дальше. Ну, вы, конечно же, все узнаете, если что-то, какие-то кардинальные изменения произойдут. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. До встречи. Пока. Продолжение следует...